Даже с лишним часа у вас было достаточно времени Исти из завораживания Накрытого акционерного общества Струнные технологии Анатолий Эдуардович Юницкий! Струнные технологии 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 Субтитры сделал DimaTorzok Итак, дорогие друзья, внимание, я рад приветствовать вас в Мариной Горке, в Экотехнопарке, Международном Центре Испытаний, Демонстрации, Сертификации и Продаж Технологий Струнного Транспорта Юницкого. Здесь всего один год и десять месяцев назад был заброшенный танковый полигон с ямами и траншеями двухметровой глубины, обильно пропитанной пороховыми газами, соляркой и поросшей бурьяном. Это была брошенная и никому не нужная земля. А теперь посмотрите на ту красоту, которая была создана за столь короткий срок. Сюда пришел Skyway. Преобразилось. Появились даже сады с виноградниками и пять тысяч плодовых деревьев, которые уже в этом году дадут неплохой урожай. Сады появились не только на земле, но и на крышах зданий и анкерных опор. На крыше зданий и на ней также будут посажены сады. Это ли не подтверждение нашего девиза? Строй Skyway! Да лучше бы вы построили какой-нибудь трактор, но это не новый проект, куда пойдут инвестиции. Так как в этом случае вы получили стройку и лет пять-шесть на продажу сотен миллионов бензинов, чтобы выйти на прибыль. Вым на парк, когда создана международная инвест-проводящая система Skyway, доли в этом году приобретались с дисконтом 1 к 5 тысячам. Что это значило? Интеллектуальная система, которая принадлежала Анатолию Дуарду, оцененная независимыми экспертами, которые имеют международные лицензии и сертификаты, в 400 миллиардов долларов и переданная как рынки покупается продукт. То есть, если разделить 400 миллиардов долларов на дисконт 5 тысяч. А что мы имеем сегодня? Мы еще не построили участки, на проектные характеристики, потому что средний дисконт, по которым более чем в 200 странах мира приобретается сейчас доля нашей технологии, уже равен 130. То есть, идет ее капитализация. И за три с небольшим года группа компаний, в которую у вас всех есть доля, стала дороже почти, обращаю внимание, на 3 миллиарда долларов. Поэтому Экотехнопарк – самый выгодный проект, капитализирующий наш бизнес. Не за горами дисконт один к десяти, а затем и один к одному. Мы движемся к этому десятимильными шагами. Движемся благодаря вам и вашим инвестициям. Без вас ничего этого не было бы! Уже сегодня Анатолий Эдуардович Юницкий, автор и создатель технологии Skyway, может продемонстрировать полноценную и полномасштабную картину, нарисованную в металле, бетоне и композитных материалах. Вы видите здесь шесть транс с транспортной инфраструктурой, построенной на втором уровне, то есть над землей. Четыре подвесные и две навесные транспортные системы. Первый из комплексов, в которых был построен, легкая подвесная система протяженностью 800 метров, на полужестких струнных рельсах с пролетами 40 метров. Вы видите слева от себя. При температуре замыкания, это 0 градусов, предварительное натяжение в его путевой структуре составляло 180 тонн. Второй построенный комплекс, эстакада с провисающей путевой структурой, имеющей общую длину 800 метров и пролеты 200 метров, за ней. Эти две эстакады соединены между собой поворотными кольцами радиусом 15 метров и таким образом образуют одну кольцевую дорогу. На одном из поворотов установлен стрелочный перевод. Третий построенный комплекс эстакада с двумя струнными фермами, справа от вас, имеющий общую длину почти километр, 950 метров и пролеты по 50 метров. Наши критики иногда говорят, подумаешь, вкопали 15 столбов, по которым по канатам бегают фанерные модули с двигателем от кофемолки. Во-первых, это не столбы, а высокотехнологичные опоры транспортной эстакады, легкие ажурные рассчитаны на вертикальную нагрузку от 10 до 100 тонн и на горизонтальной нагрузке от 250 до 1000 тонн. Высотой от 3 до 15 метров П-образной, Г-образной, выполненной из железобетона и стали, выдерживающей землетрясение в 9 баллов по шкале Риктера. Они не только вандал устойчивы, но и смогут защитить своих пассажиров даже в случае террористических артов. Например, подрыв заряда в 10 килограммов тротиловая компонента напряжение вреда промежуточной опоры 100 килограммов. Всего у нас установлено 49 опор, из них 8. Также построены два пассажирских акций, а это пересадочный узел, который находится в этой станции. Пересадочный узел с городской подвесной трассы на навесную и высокоскоростную и обратно, совмещенный с анкерной опорой и музеем Skyway, выполнен весьма скромных размеров, 12 на 24 метра, но имеет производительность крупного аэропорта, такого, как, например, в Дубае, размером километр на километр. Потому что в Skyway совсем другая логистика, примерно как в конвейере. Непрерывное движение без расписания, не приводящее к большому скоплению пассажиров, как это происходит в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Рельсострунная и путевая структура – это не канатик канатной дороги. Это высокотехнологичная транспортная эстакада, легкая, ажурная, прочная и долговечная. А еще, наверное, вы уже заметили, очень красивая. И не очень дорогая, например, легкая двухпутная эстакада Skyway стоит от 1 миллиона долларов за километр, тяжелая – от 2,5 миллионов, в то время как стоимость эстакад для традиционных монорельсов, поездов на магнитной подушке и высокоскоростных железных дорог, легких, например, эстакад от 20 миллионов, тяжелых – от 100 миллионов долларов за километр. Таких стали, железобетонных эстакад нигде в мире больше нет. То, что вы видите, уникально. Таких эстакад предварительно напряженных, неразрезных, то есть бестемпературных швов, и статически неопределимых, так как напряженно-деформированное состояние всех их элементов зависит не только от внешних нагрузок, но и от температуры окружающей среды. Наши эстакады рассчитаны на температуры, которые могут быть в районе строительства с вероятностью лишь раз в 100 лет. Например, в Марьиной горке это расчетные температуры от минус 40 до плюс 60 градусов по Цельсию. Это может случиться при нагреве конструкции на Солнце. Помимо этого, наши эстакады не дают эффекта экрана. Потому одно только это улучшает аэродинамику высокоскоростного Юнибуса в 2,5 раза и снижает требуемую мощность его привода вдвое. Эстакада имеет настолько низкую материалоемкость, что, например, двухпутная рельсо-струнная путевая структура провисающего типа с пролетами в 3 километра может быть построена из такого количества стали, которое требуется для изготовления одного единственного железнодорожного рельса Р-65 такой же длины. А теперь представьте традиционный висячий мост с таким же пролетом в 3 километра. Он весил бы более 100 тысяч тонн и стоил бы не менее миллиарда долларов. А еще в наши инновационные эстакады при необходимости зашиваются оптоволоконные линии связи, линии электропередач, продуктопроводы, а на опорах размещаются ветряные и солнечные электростанции. Рельсо-струнная эстакада для высокоскоростных Юнибусов вообще уникальна. Высокоскоростная трасса электрифицирована, но вы не найдете... Она вроде бы есть. И в том числе... Смотрите туда, куда указывает генеральный конструктор. Дело в том, что контактной сетью являются сами рельсы, а токосъем осуществляют катящиеся по рельсам стальные космоса слева и справа. Поэтому левой и правой фермы электроизолированы не только друг от друга, но и от опор, в том числе от анкеров. Нам пришлось разработать специальные силовые электроизоляторы для анкерных опор, выдерживающие горизонтальную нагрузку в тысячу тонн. Было непросто решить эту проблему, но Юницкому это удалось. Что же касается подвижного состава, Юнибайк, Юнибус, Юникар, Юнитрак, все они являются электромобилями на стальных колесах и не имеют водителей, так как управляются автоматизированной системой управления. Все они только скоростные и высокоскоростные и имеют уникальную аэродинамику и минимальные потери энергии на движение, в том числе благодаря специальным мотор-колесам, которые мы не только сами спроектировали, но и производим на нашем же производстве. Таким образом, коллектив закрытого акционерного общества струнной технологии под руководством своего генерального конструктора создал самый высокоэффективный транспорт, не имеющий аналогов в мире не только среди существующих, но и среди перспективных его видов. И создать такой транспорт было совсем нелегко, потому что он не проще, например, гоночного автомобиля, а высокоскоростной Юнибус не проще современного самолета. Поэтому и понадобилось создание научной, конструкторской и проектной школ, на что у Анатолия Эдуардовича Юнистского ушло почти 40 лет. У нас уже имеется собственное производство, и мы уже начали производство всей линейки подвижного состава грузового, городского, высокоскоростного, междугородного. Также освоено производство металлоконструкций и композиционных узлов для эстакад, анкерных и опорных узлов, элементов рельса струнных ферм, оборудования для транспортной инфраструктуры и многое другое. Мы знаем, мы умеем и мы делаем сами почти все, что необходимо для струнного транспорта Юницкого и делаем это лучше других, что позволит нам всегда быть впереди конкурентов и занять лидирующие позиции в мире на рынке транспортных перевозок на втором уровне, то есть над землей. А еще мы создали музей Skyway. Туда входит и нулевой километр, где можно на глобусе потереть на счастье и для здоровья бронзовую Беларусь, размещенную на каменной карте еще большего размера родины генерального конструктора. Сюда же входит и дедушка Юнибуса, и Юнибайка, исторический ЗИЛ-131 на стальных колесах, поставленный на постамент. Его можно сравнить разве что с самолетом братьев Райт в музее авиации. Для всех нас очень важно увековечить память о наших инвесторах. Их уже несколько сот тысяч. Поэтому потолок в музее на первом этаже пересадочного узла выполнен в виде звездного неба, где светящиеся звездочки это буквы имен и фамилии каждого нашего инвестора, взятого из реестра акционеров группы компаний Skyway на дату 16 апреля 2017 года. Это была идея Анатолия Эдуардовича, и она реализована за его личные деньги. Я говорю это для того, чтобы никто не мог нас упрекнуть в нецелевом использовании средств. А особо крупным инвесторам, внесшим вклад более одного миллиона долларов, на аллее почета поставлены скульптурные группы из бронзы. Повторяю, аллея почета и не памятники это, а скульптурные группы, которые оформляются при жизни героев, исключение трагически погибших генерал Лебедь. Причем все это делается тоже за счет личных средств Юницкого. Вспомните, он обещал это сделать два года назад и сдержал свое слово. К сожалению, поэтому я вздыхаю, в новейшей истории Skyway, то есть начиная с 2014 года, такие инвесторы не появились, кроме самого Анатолия Эдуардовича. Немногие знают, что он не только конструктор, менеджер, но и крупнейший инвестор, который внес за последние три года личных денежных средств значительно более двух миллионов долларов. В том числе двух миллионов долларов. Вздумайтесь в эту цифру. В том числе на формирование уставных фондов литовских компаний проекта, это был 2014 год, и уставного фонда закрытого акционерного общества струнной технологии, происходило это с 2015 по 2017 год, а также строительство экотехнопарка Skyway, где мы с вами находимся. Но у нас есть основания полагать, что уже до конца этого года на Аллее Почета появится несколько новых бронзовых скульптур. Строй Skyway! Спасай планету! Дай дорогу в мир! Транснету! То, что вы видели перед открытием Экофеста, то есть подвижной состав Skyway в действии, является лишь первым, пусть и таким впечатляющим, шагом на пути к осуществлению мечты генерального конструктора Skyway Анатолия Эдуардовича Юницкого, стоящего сейчас перед вами. Мечты, разделяемые всеми нами, партнерами проекта. Ибо если этому не бывать, то землю ждут безрадостные, мягко говоря, времена. Сегодня Анатолий Эдуардович адресует вам свое обращение в киноформе, после чего мы сможем его обсудить. Естественно, это по вашему желанию. То есть тот, кто не хочет сейчас смотреть этот небольшой короткометражный фильм, может в это время перекусить, поучаствовать в квесте и так далее. Фильм длится 45 минут. Итак, попрошу обратить ваше внимание на экраны. Субтитры создавал DimaTorzok